Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Москвы. Видите, у меня такой сразу московский, такой имперский у меня вид. Вот, если так, я сейчас сяду, я как будто бы... У меня нимб золотой, видите? Такая рамочка. Рамочка вокруг головы очень красивая. Да? Вот так вот в Москве ходят сейчас. Хорошо, дорогие друзья. Сегодня урок для... посвящается вот сила от него, чтобы пошла не только на это, но очень меня просили прям сосредоточиться для Ария Леба Бен Авраама. У него сегодня очень важная какая-то в жизни переломная ситуация, и чтобы Всевышний ему помог в этой ситуации принять самое правильное решение, чтобы все, что происходило, чтобы оно было ему для добра. Ария Леб, Ария Леб Бен Авраам, чтобы это было ему в этой ситуации очень хорошо. Все, двигаемся дальше. Значит, сегодня мы дошли до места в книге Рава Зелега Плистина «Береди свою речь». Это книга, которую он написал по системе Хафецхайма. Хафецхайм это написал книгу Шмират Алашон «Как сохранять свою речь». И Рав Зелег Плистина, психолог, Рав, он это объясняет современным языком. А мы стараемся понять, но самое главное здесь не понять. Понять мы-то поймем, это я не сомневаюсь. То есть любой адекватный, вдумчивый человек, он изучая Тору, он понимает, что да, это очень правильно продумано, написано, все для человека, все для человека, для отношений, для улучшения жизни, все идеально. Но понять, понять, это только начало. Понять, запомнить и применить. Вот, вот это вот сложно. Понимаете? Потому что, когда ты понимаешь, в одно ухо вылетает, а во второе вылетает. Вот эту фразу, например, большинство людей помнят с детства. Почему помнят с детства? Потому что ее повторяли в детстве родители, учителя и так далее. И ребенок, он как компьютер без программ. И он все запоминает, все, что ему говорят, он запоминает. И дальше он потом этими фразами он думает, всю жизнь он думает этими фразами. То есть человек не может думать тем, чего у него нет в голове. И получается, на этом, кстати, базируется опасность слушать Лошонара. Потому что ты услышал злоязычие. Услышал ты от кого-то злоязычие про кого-то, про что-то и так далее. Лошонара есть, например, на землю, на землю Израиля. И пришли разведчики на землю Израиля, вернулись и начали на землю Израиля говорить гадости. Потом двое было, которые сказали Иушуа Бенун и Калиб Бен-Ифуна, они сказали нет, она хорошая земля, мы зайдем и победим. А уже все послушали первых десятерых и оно первое, что зашло в голову, оно уже отпечаталось. И дальше человек, когда он потом пытается что-то изменить, когда он пытается что-то изменить, он все равно вспоминает первое, что у него было. Понимаете? То есть, вот он услышал это злоязычие и уже он его не может, это как шрамы такие, как шрамы. И он уже может потом не верить в это, он может потом обдумать и сказать нет, это неправда, но он-то запомнил и дальше оно всплывет у него. Понимаете? Хорошо. Теперь, значит, мы поняли, почему нельзя слушать. Но бывает ситуация, вот смотрите, вот есть ситуация, называется слушать с целью оправдать. Вот человек говорит лошонара, злоязычие, на кого-то сплетни, злоязычие, там все, и вы можете вступить с ним в спор и отстоять достоинства того человека, которого при вас поливают черной краской. То есть, вы можете, но для этого иногда надо выслушать всю историю до конца, чтобы затем опровергнуть ее, вернув человеку поруганное достоинство. Как быть здесь? То есть, с одной стороны, он пишет, что оправдать человека, вступиться за него лучшее, что можно сделать, если вы случайно услышали лошонара. Но тут есть два нюанса, два очень сложных момента. Первый момент, что для того, чтобы вам его оправдать, вам нужно вначале услышать всю историю. И эта история все равно отпечатается и знаете как, как где-то украли ложечку, искали ложечку, думали, что украл там Саша, потом ложечку нашли. Но из-за того, что час думали, что украл Саша, ложечку-то нашли, а осадок остался. То есть осталось, вот у людей осталось воспоминание, что была какая-то история с Сашей, не помню что, вроде он ложечку украл. А потом пришли, кто-то говорит, вы знаете, были мы на вечере, и там Саша, значит, пропала ложечка, представьте, начали искать, думали, что Саша. Значит, искали все, Саша, а он отпираться начал, говорит, это не я. Потом человек хотел сказать, что в конце концов нашли ложечку, это был не Саша. Но в этот момент его прервали. А слушатели, что у них осталось в голове? Что Саша украл ложечку. Понятно, да? Вот. Теперь, первая сложность, когда вы хотите кого-то оправдать, вы слушаете чью-то лошонара, то вам надо дослушать до конца. То есть, все-таки лучше было бы сказать, все, я не хочу слушать лошонара и так далее. Вторая сложность, вот он пишет про вторую сложность. Если говорящие относятся к тому типу людей, которые терпеть не могут возражений, ну, от этих людей большинство, если ваша попытка защитить объект его рассказа может вызвать с его стороны лишь еще больше принцип желания порочить, если вы хотели защитить, а тот наоборот из-за этого начал еще больше, еще хуже говорить, доказывать и так далее, вспоминать прошлое, то что, то значит лучше смолчать, потому что вы, получается, не оправдаете, а наоборот вызовете еще большее нападение. Теперь приводится ситуация, вот он приводит, чтобы нам было понятно, приводится ситуация очень интересная. Мне эта картина как-то на меня сбивает. Какие-то женщины непонятные. Давайте я ее прикрою, эту картину. Все, собой, закрою собой эту картина непонятная. Значит, приводится ситуация, в которой мы можем увидеть, вот как это работает. Вот смотрите, Нехама очень устала, занимаясь домашней предпасхальной уборкой несколько дней подряд. То есть, перед Песохом убирают дом, моют, чистят, ну, то есть, вообще, очень много убирают. И она надеялась, что свекровь, что мама мужа, да, а для нее это свекровь, придет и ей поможет. Но та была занята своим хозяйством и давала советы только по телефону. Поэтому Нехама решила пожаловаться на свою несчастную жизнь подруге Эстер, зашедшая к ней вечером. Заходит вечером к ней Эстер. У Эстер, допустим, она зашла к подружке посидеть чаю в обеде. И тут эта Нехама ей говорит, вот у меня свекров, ты представляешь, такая вообще, всякая, и мало этого, и мужа этого, она его так воспитала, что, что, значит, я вспоминаю, я вспоминаю, смешная была история недавно, когда моя жена с мамой моей сидели вместе, и мама говорит, вот, говорит, как мой сын на меня похож. Так, она с гордостью говорит, с радостью. А моя жена говорит, да, Рита Всеволодна, ваш сын на вас похож. То есть, они это сказали совершенно разным наполнением. Вот, похож, похож, оно звучало абсолютно по-разному. Теперь, значит, здесь, вот это вот, Нехама, она решила, Эстер, пожаловаться на свекровь. Жаловалась она и жаловалась. Эстер, первым побуждением Эстер, было распрощаться и уйти, чтобы не слушать Лошонара. Она думает, зачем мне это надо, что у меня своей свекрови нет, я приду, еще буду слушать про ее свекровь. Но, потом она подумала, что может объяснить Нехаме ее заблуждение. Так она подумала. Внимательно выслушав подругу все, что она думала про свекровь, все за всю жизнь вспомнила это девушка про свекровь, все и про мужа. Она ей говорит, милая Нехама, милая Нехама, ты ведь сама недавно рассказывала, что твоя свекровь месяц назад тяжело болела. кроме того, я уверена, что у нее с собой масса работы перед Песохом и в ее возрасте непросто помогать еще и другим. Будучи по своей натуре доброй и благоразумной женщиной, Нехама согласилась с СТР и пожалела о своих упреках в адрес свекрови. Значит, в этом случае как надо исправить ситуацию, ей надо было сказать, прямо как, знаете, как лист переедена в другую сторону, ей надо было сказать, да, действительно, она мне сколько помогала и сколько она мне хорошего делала, и сколько она, а если не делала, наверное, она не могла и возможно, это я должна была ей помогать. То есть, исправить, исправить. Понятно, да? Теперь дальше. С этим понятно. То есть, давайте сделаем вывод. Если кто-то говорит Лошонара о ком-то, то, кстати, интересно, вот я краем зацепил этот рассказ, когда Маши Рабейну послал разведчиков разведывать землю Израиля. И они пришли, 12 человек пошло, и когда они вернулись, 10 начали говорить клевету на землю Израиля. Это было при исходе из Египта. Калиф Бен-Ифуне, он сказал, нет, земля хорошая, мы зайдем, всех победим, Бог нас вывел из Египта, море раступилось, Тору нам дал. Ну, как вы вообще можете сомневаться в Боди? Ну, как? Откуда у вас вообще хватает вообще, ну, не наглости, а глупости, да, это написано, что человек грешит, когда в него вселился руахштуд, глупость. Значит, как вы можете думать, что после всего, что Бог для нас сделал, что мы не войдем в землю Израиля? Как? Это так сказал Калев. Но его начали кричать, вот, ты что, нет, мы не зайдем, то есть уже весь народ услышал в первую очередь этих десятерых и поверили им. Теперь вот там интересная есть деталь, по-моему, это Юшоа Бенун или наоборот, я не помню, или Калев, или Юшоа, было двое, которые сказали, что мы зайдем. И он, когда начал говорить, он начал говорить с таких слов, которые очень были странные. Он говорит, да, вот это все Маше, все Маше, это он за все ответственный. Он за все ответственный начал он говорить. И это я слышал от Раваицка Казильвера, он так показывал. И все говорят, да, да, вот дайте ему сказать, дайте, подождите, ему рот не закрывайте. Думали, что он сейчас будет на Маше Рабейну плохо говорить, потому что он с этого начал. Да, да, говорит, это Маше Рабейну, он за все ответственный. И они все замолкли. И он говорит, да, он же нас вывел из Едипта, море раступилось, он, И так далее. И он, наоборот, начал говорить хорошее. То есть он как будто бы, чтобы они его начали слушать, он как будто бы сказал, что он с ними, вот как начала эта Эстер молодец, она говорит, милая Нехама. Она не начала ей говорить, слышь ты, Нехама, что ты на свекровь свою так говоришь? Она ей спокойно, милая Нехама. А помнишь, ты мне рассказывала? И та думает, да-да-да, интересно. Да-да-да, думает, это Нехама. Да, сейчас вот Эстер тоже про свекровь что-то свое скажет, Лошон Рай, мы вместе поплачем, что у нас статьи свекрови. А та и говорит, помнишь, ты мне рассказывала, что твоя свекровь месяц назад болела? То есть увещевать тоже нужно уметь. Увещевать нужно уметь, это большой-большой талант. Люди нервные, люди, наоборот, ты начинаешь его увещевать, а он вместо спасибо, он тебе может обидеться на тебя. Вот тоже у меня есть в жизни случаи, там говоришь, например, кому-то, ты меня обидел. А он говорит, я тебя обидел. И еще тебя обижают сильнее. Представляете? Я думаю, что у вас тоже такое было. Хорошо, двигаемся дальше. Следующая история как раз она, вот так как урок это для того, чтобы Ариэлебу, Бен Аврааму помочь в его сложной ситуации, вот здесь как раз история «Вопрос жизни и смерти» она называется. Это история про Любавческого Рэба. Вопрос жизни и смерти. Значит, дело было так. Был один великий раввин в Амирите в 57 году, он рассказывал эту историю. 1957 год, у него заболела жена и попала в больницу. Через несколько дней врач сообщил мне тревожные новости, говорит этот раввин. Боюсь, говорит, вашей жене потребуется операция. Так сказал врач. Можете себе представить мою реакцию? Я связался с Рэбе, который сказал, значит, в таких случаях, в таких случаях, значит, многие люди идут к раввину. То есть, есть врач, сказал делать операцию. Рэбе, кстати, Рэбе дал, у него есть такая технология, что делать в случаях, когда есть какой-то диагноз, когда врач поставил диагноз, нам надо делать операцию. Что говорит Рэбе? Рэбе говорит так. Если вам один врач сказал, надо делать операцию, тогда нужно найти самого лучшего врача-специалиста в этой сфере и молиться Всевышнему, чтобы Всевышний дал ему понимание, что делать. То есть, тут очень интересная такая у него связь. То есть, нужно идти к самому лучшему специалисту, но даже самый лучший специалист, ему же Всевышний дает понимание и знание, и нужно молиться очень сильно, чтобы Всевышний дал врачу силу вылечить. Один врач сказал диагноз, второму врачу надо найти лучшего специалиста в этой сфере и сильно молиться, чтобы Бог дал ему правильный ответ. Но после того, как два врача скажут свои советы, нужно идти к третьему врачу. К какому третьему врачу, сказал Рэбе? К другу. К врачу-другу. Друг, который именно он реально тебя любит и знает, что он тебя любит. И после этого с ним посоветоваться уже, что делать. Такая технология. Значит, в этом случае вот этот раввин, который рассказывает историю с женой, он сразу пошел к Рэбе, 57-й год, и говорит, Рэбе, что делать? Рэбе сказал, знаю, говорите эту операцию. Мое мнение не делать. Когда я передал его слова врачам, они посмеялись надо мной, а один из них ткнул пальцем в сторону коридора и сказал, в той палате, следующей за палатой вашей жены, находится человек с такой же самой болезнью. Мы только что прооперировали его, и он пойдет домой живым и здоровым. А если думаете, что это кто-то неважный, добавил врач с опломбом. Так вот, о нем каждый день справляется президент США Эйзенхауэр. Какой-то важный человек. Я не могу ничего сказать вам с медицинской точки зрения, ответил я. Ну, то есть это раввин, он рассказывает эту историю. Но я следую инструкциям свыше. А инструкция такая, не оперировать. Рэбе сказал не оперировать, значит, у него есть на это основания. Врачи оставили мою жену поправляться в ее палате. Прошло меньше недели, и я услышал новости. Кто-то, о ком ежедневно справлялся Эйзенхауэр, скончался, умер. А моя жена, слава богу, совершенно поправилась. Теперь вот такая вот история. Значит, действительно, мы не знаем, мы не знаем, как будет, мы не знаем, что будет. Мне очень нравится, так, в экклезиасти есть такие слова царя Соломона, мудрейшего из людей. Если скажет тебе кто-то, что знает, что будет, спроси его, что у него за спиной находится. Кто поможет ему, говорит царь Соломон? Так, когда человек предсказывает, что будет, то его нужно спросить, а ты знаешь вообще, что у тебя сейчас за спиной? И он скажет, не знаю, потому что ты мне скажешь, что у меня за спиной. То есть, этим царь Соломон хочет сказать, что человек не знает даже, что сейчас происходит в его жизни, у него за спиной. А тем более, человек не знает, что будет дальше. Но в этом мире действуют определенные, очень установленные законы физики, химии и такие же четко установленные духовные законы. И тот, кто знает эти духовные законы и выполняет эти духовные законы, то он, чем он больше отдает себя в, как сказать, чем он больше полагается на Всевышнего и чем больше он живет в духовной реальности, тем больше она начинает влиять на его жизнь, на результаты жизни и так далее. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний дал всем нам очень хорошие мысли, правильные мысли и решения, чтобы мы реализовали свой духовный человеческий потенциал. Я думаю, что в этом смысл основной жизни, как сказал царь Соломон в Каэлите, в конце в Эклезиасте, Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok